Какое же упражнение сможет гарантировать нам рост объемов и силы дельтавидных мышц? Как ни странно, но это упражнение хорошо известно и вашим отцам, и дедам. Да и вы о нем наверняка слышали, но уверен, даже не подозревали, что оно сможет помочь вам в достижении вашей мечты. Итак, это упражнение – толчок гантелей. Выполнение. Встаньте прямо, удерживая гантели согнутыми руками в плечи. Гантели разверните в линию, ноги поставьте на ширину в плечи. Согните колени и опуститесь в неглубокий пресет. Мощным взрывным усилием распрямите ноги и далее выжмите гантели на прямые руки, используя инерцию тела. Далее медленно и подконтрольно верните гантели к плечам. Затем снова опуститесь в пресет и сготовившись для выполнения нового повтора. Советы. Данное упражнение включает две фазы, которые выполняются последовательно. Сначала вы резко распрямляете ноги и только потом начинаете жимовое движение, используя заданный гантелями момент инерции. Несмотря на раздельные фазы, упражнение выполняется как одно слитное движение. Его цель состоит в том, чтобы передать гантелям максимальное толчковое усилие. Первым делом вам нужно научиться выполнять толчок с предельной скоростью. Такая скорость автоматически означает потолочный показатель взрывной силы. Начинайте освоение упражнения с гантелями, которые намного легче тех, что вы применяете в классических жимах. Толчковые жимы должны значительно увеличить массу ваших дельтовидных мышц. Однако, если вы присядете глубоко, большую часть работы выполнят ваши ноги, а нагрузка на дельты сократится. Приседайте неглубоко, чтобы момент инерции лишь помогал дельтам, а не подменял их усилия. Главные мышцы, которые работают в этом упражнении. Средние передние дельты, трицепсы, трапеции, вращатели лопаток и ромбовиды. Ну и мышцы ассистента. Это большие ягодичные и квадрицепсы. Успехов вам и широких плеч!